мы хотели на чемпионат мира на котором за 28 лет мы были только один раз хотелось второй но правда мы тогда съездили из-под группы не вышли в этот раз я считаю что был шанс попасть на чемпионат мира и побороться за хотя бы четвертьфинал там уже даже полуфинал с учетом наших ребят леня михалюка которые сегодня выросли там пустового и всей остальной команды которая собралась но не получилось не получилось хотя была испания полные залы красивый зал в запорожье все увидели победы над словении чемпионами европы то есть много всего было красивого борьба до последней секунды то чем приятен и за что любят баскетбол но не сразу все это получается пришлось как бы начинали четыре года после всего что произошло в украине с минуса сегодня мы вошли в плюс мы увидели новую плеяду игроков мы наладили контакты со всеми ребятами во всем мире которые играют наши и я считаю что будущего у баскетбола мужского национальная сборная есть у женского тем более 3 на 3 тем более то есть есть много хороших успехов но сегодня 12 числа будет дискуссия как идем дальше мое мнение и как бы оно подкреплено тем что пришел гений мурзин и сказал что он готов поедать в отставку ну я считаю что нужно отчитаться 13 на марта на президиуме и мы определим дальше как мы идем скорее всего это будет иностранец мое видение такое национальный тренер но я хочу послушать я провел уже много переговоров с федерациями с людьми которые как бы у нас в исполкоме и которые спонсоры с влиянием обладательными баскетболистами как себе все видят мы саше разговаривали волковым богданом гулямовым со многими разговаривал и дробяковский в общем то наверное это будет иностранец хотя мы не исключаем что будет принято решение что это будет украинец под иностранца ищу спонсора есть уже даже наметки потом расскажу кто готов помогать вот у нас я считаю есть несколько украинцев которые могли бы возглавить но на двухлетний цикл который я вижу следующий для национальной сборной то есть попадание на чемпионат европы и там успешное выступление хотелось бы все таки более качественно надежно сработать нашим еще нужно учиться хотя очень большой путь за эти четыре года пройден общий уровень тренеров явно поднялся во всех клубах только украинцы тренера и многие даже уже по за границам поездили поэтому но есть надежда на то что у нас и свой качественный выроси это новый тренер хотя и мурзина не списываю пусть два года посмотрит со стороны через два года посмотрим какие будут успехи и может и к нему вернемся но опять же это будет коллективное решение всех михайлюк это вообще воспитанник школы которую я создал 15 лет назад моя частная школа в черкасах мапы с этим мальчиком всего родителями дружу я я познакомился с мамой ленья то есть как бы мы даже с балом боя мамой наладили отношения вот с ним не смогли он все-таки больше русский оказался чем украинец а эти ребята украинцы они дружат между собой и у них один агент то есть мы нашли общий язык более того нам удалось помирить леня и с его родным домом но клубом днепром он там благотворительностью занимается хотелось бы от всех остальных ребят тоже увидеть какие-то шаги ребята вы заработали все у вас хорошо мы за вас рады но немножко детям к детям придите напомните о себе дайте какой-то им мячик футболочку какой-то месседж помогите своим школам не просто у нас сейчас в украине хотя намного лучше стало чем был но тем не менее надо помнить тот кто забывает свое прошлое тут как бы обречен вернуться в него вновь но вы наверно нет но как-то вспомнить о своем доме это тоже важно и мы не только с этими ребятами но тот же близнюк который уехал с украины семь лет у нас тоже с ним теплые отношения или он не попал в нб и там наш мальчик который в вашингтон попал коббиц которого перелом не перелом колено сейчас он вернулся мы его прооперировали в америке сейчас вернулся он черкасс и вот уже несколько дней занялся реабилитацией мы рассчитываем что он все-таки еще покажет себя и в сборной и он мечтает про мбей но посмотрим дай ему бог у нас еще есть много молодых ребят которые за это время выросли мы с ними со всеми дружим я вообще совсем баскетболом дружу кроме некоторых элементов один из топовых игроков в современности женском баскетболе алина ягупова я с ней тоже дружу и солидно если со всеми поддерживать отношения знаете сегодня такое время facebook instagram я там где-то м тем кликаю переписываюсь поздравляю мы общаемся слежу за ними радуюсь их успехом всем поэтому у нас есть за счет фейсбука такой контакт попала наша воспитанница украинского баскетбола это слава потому что они когда выходят слава украине понимаешь они выходят на площадку диктор всегда говорит украина ягупова украина там михаилюк украина лень украина они всегда это говорят и это очень хорошо для украины все-таки америка топовый чемпионат это вершина всего баскетбол и нб и попала алина для нас это очень важно пусть другие девочки смотрят что это возможно но без нее наша сборная будет намного хуже и мы можем у нас все получится конечно как хотелось бы но с ней у нас будет много больше шансов и мы могли бы попасть шестерку как минимум и дальше участвовать в отборочных на олимпийские игры ну сейчас на европе и я верю что женская 5 на 5 с алина ягуп ягупова и с науменко людой вместе спокойно может заходить в отборочные там пробиваться на олимпийские игры впервые за ну за независимость украины потому что тот 95 год это тот год когда мы как бы почивали на лаврах советского спорта сегодня это уже наши воспитанники они родились практически все уже в украине независимой и мы получаем шанс попасть на олимпийские игры это вершина там уже не важно выиграл не выиграл главное участие знаешь как в олимпийских игр а поэтому без алины нет ну и три на три у нас есть шансы и мужские и женские попасть на олимпийские игры мужчин я не вижу как попадут мы уже не попали на мир значит не попали на олимпийские то есть тут мы как бы закончили что следующий цикл это будет наша цель с моего прихода мы сразу занялись 3 на 3 то чем в общем то мы одна из ведущих сейчас стран мира 3 на 3 мы там в рейтинге вторые третье по мужской женской а в мире там по 3 на 3 суммарно вообще по моему это в третье или вторые но мы высоко и нас признают фиба и мы выигрываем турниры и мы участвуем у нас на это есть возможности есть люди она к сожалению пересекается часто с 5 на 5 потому что игроки пока одни и те же но мы выращиваем потихонечку плеяду новых игроков которые будут участвовать только в 3 на 3 и там скажем выше лиги то есть они не будут суперлигах и это будет как бы более у них по свободных график они смогут во всех мастерствах играть мы серьезно мы объединились с ассоциацией которая двигалась самостоятельно они в рамках фб мы показали конкуренцию нашли общий язык объединили у нас светлицкий занимается этим теперь как бы и мы я думаю далеко пойдем в 3 на 3 но опять же все спорт это спорт мяч круглый попал не попал вот было сейчас поехали дети на олимпийские игры впервые 18-летние заяц бросил 6 раз и ни разу не попал такого у него не бывает он из 6 забивает 5 а вот он взял ну нервы плюс арбитры немножко местные и все ну несчастный случай а могли попасть в медали на олимпийских играх юношеских будем следующий раз втораться шикарный сезон хотя бы тем что у нас появился еще один зал в запорожье шикарный две команды не забудьте играли в кубке европы что выигрывать что проиграли днепр мавпы все неплохо ребята какие-то повозвращались кто-то уехал то есть у нас некая сейчас ротация есть в общем-то основными игрокам работа появились опять иностранцы конкуренция хороший сезон непредсказуемые результаты или потихонечку пошли начали покупать билеты что очень важно потому что покупая билеты вы как бы вносите взнос в развитие баскетбола эти деньги никто себе не забирает эти деньги уходят на баскетбол потому что мы еще доносим туда свои деньги не хватает этих денег чем больше принесли болельщики тем больше можно в более качественных игроков взять в команды и так далее никто бесплатно играть баскетболу терять свое здоровье не собирается это некая такая история чтобы всем было понятно что это деньги не в тумбочке это ваши деньги ваши купленные билеты это ваш вы ходите на матче появляются спонсоры показывает телевидение сегодня телевидение показывает по двум каналам плюс нам еще даже удалось на нтн при пробиться то есть телевидение начинает обращать внимание сайты пишут интернет пишет движение как бы интерес баскетболу растет соответственно придут еще спонсор государство очень хорошо помогает хотелось бы больше но второй год уже неплохенько можно говорить о том что так только в два раза хуже чем в польше но тем не менее все хорошо двигаемся начали строить зал в ровно двинулись очень государство помогло в хмельницком сейчас в этом году я уверен мы будем начинать строить в каменском и рассчитываем что эта команда попадет в суперлигу у нас будет 9 команд тернопель через пару лет рассчитываю видит ровно когда у них появится зал ровно и тернопель в суперлиге и вообще я считаю что суперлига это должно быть 12 команд это должно быть отдельное от федерации как бы действие но федерация просто контролирует следит и так далее помогает но не ничего больше не сами должны жить сами по себе это коммерческая в общем-то история а все остальные федерации это дети все сборные ну и женский баскетбол который в общем-то не особенно коммерческие во всем мире кроме в нб и вумы но это он там тоже не такой как и взрыв мужской а вот суперлига мужская должна жить отдельно вот мы к этому придем я уверен еще два-три года когда будет 12 команд мы сделаем так фейковые сайты сайты которые зарегистрированы в америке в россии в основном или сайтом принадлежащий жене петра симоненко бывшего лидера коммунистической партии я же кроме общественной своей работы федерации являюсь собственником и создателем большого сайта обозреватель holding network такой собос тиви это моя так сказать мое детище номер один в украине и ну проводит часто расследования так как я коренной киевлянин и в общем то раньше занимался политикой я не безразличен я председатель там общественного как бы редакционного совета мы написали нас было расследование и оно продолжается по некому господину павлу фуксу это такой бывший олигарх который там покидал кучу людей переехал в украину он родился в украине в харькове вернул себе гражданство вот незаконно и построил схему ограбления киевского метрополитена то есть они купили он скупал с долги всей банды януковича сейчас он там плюс скупил еще долги киевского метрополитена схема простая это российская схема 400 миллионов гривен долгов купил за 100 потом просудился наши судьи очень лояльные к таким людям и они просудили перевели это все в доллар по курсу 8 в результате получилось 2 миллиарда и уже метрополитен ему киевсковед подписался мировую угоду и уже без никаких скидок хотя банки дают это все продают за копейки такие долги но эти он купил задать себе не городу и это все теперь предъявлено метрополитену метрополитен уже миллиард отдал мы молчать не могли и не будем были переговоры у нас даже с ним я его видел не на жизни 2005 году случайно а так не знаком и куча есть общих знакомых мне передавали угрозы переугрозы и он занялся фейковой кампании против меня интернет это это супер интернет это фейки и никто не знает как с этим бороться следите источник кто источник ни один сайт уважающий себя никто я подал у меня уже 6 или 7 мисков но это все процесс они пишут всякую грязь ну я уже чтобы понимали я уже прочитал что я руководитель не уже люди подходят там типа нам должны вы не можете помочь я лидер итальянской мафии партнер там вот этого которого арестовали сейчас там к море сейчас она не грязью занимается что мой сын наркоман что меня выгнали с нока что я там украл кучу денег что ну и так далее и так далее так далее ну элита люди которые меня знают и взрослые понятные люди все понимают а простые люди попадаясь в фейсбуке на рекламе на вот эти фейковые статьи задают себе вопрос а что это то есть трудно поверить но как говорил гиббельс если ты хочешь сказать ложь скажи и настолько откровенную чтобы люди не могли подумать что неужели это такое можно придумать фукс может и вот они занимаются вот такой подлой компанией с одной стороны они нас рекламируют баскетбол рекламируют пишут что я зал этом собираюсь я их собираюсь ну сколько могу с привлечением государственных местных денег своих ну что-то удалось и со своих денег то есть как бы тот же меридиан который сегодня работает на украинский на киевский баскетбол и на украинский то есть мы работаем ну вот таким вот он занимается что еще могу объяснить ну вот сегодня новая статья вышла там он уже пошел дальше то есть он моего сына обвинил что он наркоман я уже там с фирсовым депутатом там чуть ли не голубой ну смотрите очень хочется ему дать в рыло он уже всем рассказывать он боксер вот ну такое дело закона в украине остановить это нету в мире есть здесь нету я нанял адвокатов пытаюсь как-то вот сейчас эти все сайты остановить закон за инстаграме они сделали мой фейковый профиль я послал жалобу инстаграма не закрыли но тем не менее компания продолжается следите за источниками все будет понятно и включайте мозг больше ничего сказать не могу но я не отстану от фукса я добьюсь что его все-таки посадят за то что он обворовывает киевский метрополитен вот я посчитал каждая поездка вот сегодня граждан в киеве киевлян вместо 8 гривен можно было платить 6 2 уходят в карман функцию его подельщик я как президент федерации автоматически попадаю в национальный олимпийский комитет потому что это олимпийский вид спорта в этот раз четыре года назад меня включили за все время один на одна конференция я пришел ни о чем сейчас меня включили в исполком у меня с группой хорошие были отношения сергей лично знаком много лет и вот он приходит на баскетбол приходил включил меня в исполком пришел на на первое заседание исполкома пакет документов из 28 членов исполкома присутствует 16 первый вопрос который создал а где остальные ребята это раз три месяца это почетная там это флаг это национальный олимпийский комитет это не просто там олимпийский комитет это национальный как же можно не ходить значит ну и посмотрел состав 5 бывших министров там условно 10 бывших олимпийцев в возрасте 70 там парочку бывших замминистров несколько прямых коррупционеров и свадебные генералы задал себе вопрос так вот где причина почему наш украинский спорт идет вниз количество медалей на олимпийском уровне и так далее там условно баскетбол мы только хотим подняться вверх мы там никогда не были украинский спорт был очень серьезный мы упали в два раза на последней олимпиаде на этой милипи олимпиаде которая была зимняя так вообще грустно и причину всегда думал что во всем виновата государство то нет национальный линькиз и знаете где же там задница вот которую это все провалилась которая съела это все почему у нас ничего не развивается потому что сидят свадебные генералы говорят ни о чем ничего не делает ничего не продуцирует ни идей не кому люди с именем могли бы это все двигать а они просто сидят ездят сопровождают делегации пилят какие-то бюджеты говорят ни о чем я предложил схема и давайте ребятам я предлагаю идеи вот план давайте изменим позицию отношения государства к спорту возьмем и пригласим выпишем общую план как мы хотим все поменять мы женок исполнительный комитет национального олимпийского комитета и предложим кандидатам президенты там ведущим которые реально могут стать президентами свой план и с ними подпишем как это все делают там антикоррупционные предприниматели там медицинские разные вот эти все объединения общественные они со всеми кандидатами не на кого ни за кого не агитирую просто встречаются и подписывают с ними план они план что они согласны вот так менять страну и отношения как конкретной деятельности случае победы давайте это сделать создали рабочую игру пришли на рабочую игру сидит не коррупционер борзов 70 тонн лет чем-то и говорит не это все фигня вот нам надо думать о методичках нам а вообще это политика нам мы не в политике а вообще ту а вообще это ну я встал искал знаете господа вы наверно быстро бегали я быстро думаю не перебьют ждать вас всех бывших министров нику которые много сделали в кавычках для украинского спорта бывших замминистров и вот вот этих вот всех спортсменов которые наверное быстро бегать вот и прыгали у меня нету ни сил ни времени я занимаюсь баскетболом своей семьей потому что баскетбол это тоже моя семья это все моя большая семья не некогда я не буду с вами в исполкоме я выйду для того чтобы получить право вас критиковать я написал заявление что я не я из нока не вышел я президент федерации член ног а из вашего исполкома я выхожу мне не место с вами ним не могу с вами сидя здесь вас всех нужно поменять начиная с бубки пусть он не обижается сережа великий спортсмен но надо ставить акценты что куда мы идем надо менять людей в стране надо все поменять и в спорте надо все поменять в каждой отрасли надо все поменять нужно все реформировать нужно новый закон о спорте и новые отношения к спортсменам нужна инфраструктура государство должно поменять свои отношения тренерам нельзя платить копейки в первую детским медицина спортивная где это все мы конкурируем мы хотим мы же выживаем за счет наших самородков да та страна рождает самородки за счет этого выживаем типа у нас все нормально у нас есть несколько медалей нужна система и спорт должен работать на здоровье нации не только на медали а на здоровье нации на создание гражданского общества игровые виды спорта должны культивироваться на самом высоком уровне а этим кто занимается все поменять поэтому я написал заявление я теперь не их не член команды а снаружи выйдя я их буду критиковать вот сегодня это первый раз вот здесь я высказываю свое мнение по отношению слава медведенко мой воспитанник ну не прямой воспитанник ну дэнди баскет моя тетя его кормила него было плохо с материальным положением в семье мы его кормили он пришел к нам худой мы его научили помогли ему его тренеру специально команду под него создал дубль вот потом когда у меня скуч мой конфликт и я потерял возможность содержать команду и так далее славочка перри перешел в другую команду и уехал и забыл сказать спасибо ну бывает приехал сейчас живет я конечно же как только стал президентом я его привлек в исполком более того уже второй раз его избрали в исполком он у нас возглавлял даже комиссию атлетов которую ни разу не собрал вот но пришлось ликвидировать такой деятельный парень но у него возникла параллельно с работой в исполкоме деятельность под названием агентская он занялся агентской деятельности я приветствую там где ты хочешь заработать деньги но приходит призывать начался конфликт того что он начал призывать наших детей говорит тут у вас шансов нету тут в украине вас все плохо давайте все сюда отправлю вас за границу получим долю от ваших контрактов ну пожалуйста этим можно заниматься но не внутри федерации баскетбола украины не внутри исполкома потому что мы общественная организация мы развиваем украинский флаг развиваем украинские сборные развиваем ребят учим мы счастливы когда они попадают в нб мы никому не будем мешать но это не наша деятельность наша деятельность наоборот что все должны быть дома и защищать флаг родины и так далее слава занялся агентской я ему написал письмо пожалуйста слов закрытая он сам его публиковал что давай с исполкома уходи добровольно чтобы не было скандала он решил вынести это все на скандал и начался скандал более того он пришел сказал что он не агент поэтому давай броски извиняйся я извиняюсь только там где я не прав там где я прав я не извиняюсь и меньше не могу извиниться вот связи с этим мы брать исполком вообще эта фигня хотя он выбран конференции единогласно ни одного голоса не было против все было выбрано единогласно и вот на этот исполком мы пришли к тому что я обратился ко всем областным федерациям федерация обратилась собрать мнение потому что сказал что ему исполком не нравится мы обратились ко всем областными городским федерациям собрали мнение только кондратьев днепропетров считать что они агент все остальные считают что он ангет и все бы ничего мы бы наверно как-то искали бы с ним общий язык но он при перешел в личное оскорбление он начал дискредитировать федерацию баскетбола украины фейсбуке мы сейчас готовим поданья будет извиняться суд что у меня там проблемы но он фукса пошел он тоже фукс фунт такой же вот ну пользуется интернетом интернет открывает возможности для всяких нездоровых действий вот им всем кажется что они не наказуем они наказуем ему все равно изменить заставим извиниться или закроем его фейсбук через суд по обратимся он откажется извиниться мы обратимся фейсбук ему закроет он пишет что я там у меня не лады с законом какие мне он может прочитал что я лидер итальянской мафии или то что иллюстрированный слушайте я всю жизнь служил родине кстати закон иллюстрации говорит о том я уверен что он будет отменен там написано что это не является никаким обвинением это просто запрет на 10 лет работать там в государственных органах федерация баскетбола украины это общественная организация поэтому просто там вообще никаких нету противодействий к тому же я если люди бизнесмены они знают сколько михаил броски сделал для украинского бизнеса на своей должности будучи в оппозиции класть это моя была работа я закрыл еда пс со всем грабежом те же техосмотры отменил и много-много по проверкам доверенности ну я очень много сделал для страны для бизнеса понимая как бы изнутри всю эту историю хотя бизнес должен платить налоги тут у нас как бы со многими бизнесменами не складывается хотите хорошую страну платите налоги хотите хороший баскетбол покупайте билеты поэтому тут как бы это все связано я государственный деятель но вот занимаюсь баскетболом может оно и хорошо что мне иллюстрировали я занялся баскетболом а так бы как бы он бы так я думаю тот кто понимает может быть монбы зачах как волейбол и все остальные виды спорта в украине а так мы четыре года движемся вперед четыре года за четыре года удалось увеличить количество команд в четыре раза соревнований там 67 раз судей зал и строим ремонтируем я с каждым мэром губернатором общаюсь у меня есть авторитет люди знают я могу всем позвонить мы двигаемся помогаю со своего кармана семьи приношу тоже помогает все это мы развиваем а медведенко я на исполкоме поставлю вопрос первым вопросом его исключение за дискредитацию движения это у нас есть четко написано в регламенте норма нельзя так себя вести нигде ни одна общественная организация не потерпит внутри себя вот такие оскорбительные действия в отношении президента жди выборов там они будут через там четыре с половиной года или когда я высказываю свою позицию что-то у тебя другое мнение но оскорблять нельзя это же не политика это в политике можно а вот здесь общественном движении нельзя он перепутал политику с общественным баскетбольным движением